Новогодние каникулы – период, когда опасность возникновения пожаров серьезно возрастает. В связи с этим мы пригласили к нам в студию заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Олега Савченко. Здравствуйте, Олег Викторович. Давайте напомним жителям о мерах пожарной безопасности в преддверии продолжительных новогодних и рождественских праздников. Давайте напомним. Мы отмечаем, что в период новогодних праздников возникает и увеличивается риск возникновения пожаров, потому что люди находятся все чаще в своих домовладениях, квартирах. И поэтому советуем необходимо установить в своих помещениях автономные пожарные извещатели, которые работают от батарейки и позволяют в случае возгорания или возникновения задымления своевременно просигнализировать и принять меры для своевременной эвакуации. Также укомплектуйте свое жилье первичными средствами пожаротушения, ну, самые пресловутые обыкновенные огнетушители. Необходимо не перезагружать и не устанавливать много электрических приборов в одну розетку. Это приводит к нагреву электросети и к возможному воспламенению потом изоляции. Необходимо соблюдать также меры безопасности при пользовании газовым оборудованием. Также необходимо ужесточить, скажем так, контроль за детьми, потому что в праздничный период дети иногда остаются сами по себе. Родители празднуют. И вот детская шалость с огнем приводит как раз к непроповимым трагическим последствиям. Не допускать розжига печей при помощи горючих жидкостей. Это может также провести к объемной вспышке, к возгоранию вечной обстановки вокруг камина или вокруг печи. Запрещено также пользоваться печами и каминами, в которых имеются сквозные трещины. Это может привести к выходу угарного газа наружу в помещение. И в случае, если вы будете спать, да, и жители, это может повести как раз к трагическим последствиям. И рекомендуем за два часа до сна прекращать топку печей, чтобы печь могла спокойно остыть. И это не приведет уже к каким-то опасным ситуациям. И, конечно, общая рекомендация перед отопительным сезоном. Необходимо очищать дымоходы от сажи. Ну, и сейчас это сделать еще не поздно. Ну, есть еще одна серьезная причина возникновения пожаров. Это, собственно, пиротехника. Какие меры необходимо соблюдать гражданам при обращении с пиротехникой? Общая рекомендация. Во-первых, приобретайте пиротехнику в стационарных магазинах, не на открытых лотках. На самом пиротехническом изделии прописана на русском языке инструкция по безопасному запуску ее. Инструкция по утилизации, опозначены сроки, годности и кто производитель. Если этого нет, это явный признак контрафактной продукции. И ее применение как раз может повлечь к травмированию того человека, кто будет ее использовать. Запуск пиротехнических изделий бытового назначения допускается на расстоянии не ближе 30 метров от строения сооружений. И от самих зрителей, кто будет смотреть за данным запуском. Запрещен запуск пиротехнических изделий с поврежденной упаковкой. Это тоже может быть таким фактором, послужить для травмирования. И с явными признаками воздействия влаги на упаковку. В одном из изделий может указано, что в течение 20 секунд горит витиль. Если вы подожгли, он может сработать раньше. Вы не успеете отойти на безопасное состояние, тем самым получить какую-то травму. Ну и помните, что пиротехнической продукции уцененной не бывает. Если это уценка, значит она уже пришла в негодность. Я надеюсь, что наши зрители послушают ваших советов. Тем более, что это касается их безопасности. Ну теперь немножко, наверное, к приятному. Пару минут этому посвятим. Сегодня день спасателей МЧС в России. Во-первых, мы поздравляем вас. И вы имеете возможность обратиться к своим коллегам. Ну, хотел прежде всего поздравить и ветеранов, своих коллег. С днем МЧС отмечаем 29-ю годовщину. Пожелать всем здоровья, благополучия, успехов. Ну и с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Берегите себя. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Олегом Савченко. К другим новостям.